Распросись Два часа, да, практически, это все-таки, ну, такой физический, да, труд тяжелый? Ну, нет, он скорее... Вы как-то поддерживаете форму свою? Физическую? Да, да, для того, чтобы... Ну, на велосипеде катаюсь. Никаких, то есть, дополнительных для дирижеров не существует? Нет, руки на самом деле не устают, устает немножко голова, и вот нервная энергия уходит в хорошем таком количестве. А так, нет, все в порядке, физически усталости нет. А можно подержать палочку вашу? Она из чего сделана? Из чего? Что это за? Эта палочка нужна для того, чтобы произвести такие нехитрые действия. Нет, а вот зачем вот эта вот штука? Что, чтобы вы держать руки? Руки держать? А без нее нельзя? Она у каждого своя? Да, индивидуальная. А вы ее выберете? Она из какого-то дерева? Из чего она? Ну, она из пластика, но на самом деле ее можно из дерева, можно на заказ изготовить, а можно купить музыкальные магазины. Григорий Архипов. Родился в театрально-музыкальной семье в 1983 году. Отец – Вячеслав Сазонов, солист оперы, мать – композитор Элина Архипова. Закончил консерваторию по классу баяна и отделение теории музыки и композиции. Сейчас является самым молодым дирижером в Марийском театре оперы и балета имени Эрика Сапаева. Пишет музыку. Преподает в Колледже культуры и искусств имени Палантая. У меня замечательные родители, они никогда не заставляли ни к чему. Но то, что вот я с детства слышал музыку в доме всегда, я сидел на всех спектаклях, когда у меня папа еще в том старом здании театра выступал, пел главной баритановой партии. То есть я же все это слышал, и мама у меня сочиняла музыку и дома всегда играла на инструменте. Я был этим просто пропитан с детства, поэтому, да, скорее всего, это определено было, но родители меня не толкали селом. Оно как-то естественно все получилось, и я этому очень рад. Не бывает такого, что она во время, например, там… Музыканта. Да, или улетела куда-то. Нет? Такого не бывает? Нет, ну, бывает всякое, на самом деле, но у меня еще такое было. Было однажды, когда во время спектакля у меня она улетела до Кистрового яблока. Мы мне быстро вернули. Ай, спеши, давай, шерсти, Ай, с руками, Мальчик, грязный, дяды, влюбленный. В училище, когда я учился, я как-то относился к этому немножко как к чему-то такому, что идет само по себе немножко. А вот в консерваторе я когда начал писать музыку, познакомился с замечательными профессорами, там, потом я как-то так оглянулся, думаю, как мне повезло вообще, что я всем этим занимался, теперь могу это все использовать для того, чтобы музыку писать. Это получилось очень естественно в моем случае, потому что я в консерватории начинал тогда сочинять музыку, я эту музыку сам начал дирижировать, вот и все. Я написал концерт, допустим, для фортепиана с оркестром. Пришел дирижер, говорю, вот у меня есть такая музыка, вот надо сыграть. Он такой, а ты сам не можешь? Я говорю, конечно могу. Тогда, говорит, сделай-то сам. Я, значит, мы взяли репетиции, мы все это выучили, и я руками, значит, как-то... У нас были навыки, правда, у дирижеров, все-таки меня немножко учили этому. И вот постепенно как-то с дирижированием собственной музыкой я начал в эту профессию входить. Мы как-то не осознаем, но это же ведь все копится в нас, огромный вот этот опыт проигранного, прочувствованного в музыке там. И в какой-то момент она просто как из фонтана, из рога, изобилия начинает стрелять. Дирижер, поскольку это руководитель, да, руководитель оркестра, он должен быть какой-то жестким, да? Ну, это не, конечно. То есть вы можете сам назвать жестким? Нужно быть мягким, но настойчивым. Вот если соединиться, то это хорошо. То есть все-таки добиваться своего, не прибегая при этом к агрессии. Это очень сложно, этим не занимаются только великие маститы-дирижеры, которые с одного слова все решают. Люди, которые достаточный опыт имеют в работе, вообще, конечно, их надо слушать всегда. Но это нужно делать очень аккуратно, потому что какие-то вещи, которые, скажем, я по молодости по своей просто не могу знать, да? Но я всегда в этом случае, знаете, доверяю интуиции какой-то своей. Вот у меня внутри сидит какой-то такой критерий относительно любого вопроса в музыке. И я, конечно, всех послушаю, но я все равно сделаю так, как мне вот там где-то в душе, в сердце там есть вот что-то, вот оно мне подсказывает, и я все равно поступлю вот так. Вот оркестр, да, существовал и без дирижера. Вот сегодня вообще возможен такой вариант, что все пришли, ноты достали, и каждый стал играть. Такое возможно, такое, мало того, такое существует на Западе, когда играет старинную музыку. Бывает такое, что концерт-местер сидит, играет, первый скрипка, и дирижер в таком случае действительно не нужен. Потому что музыкантов не очень много, и руководитель как таковой, хотя руководитель все равно должен быть. То есть должен быть человек, идея которого воплощается в исполнение. Это все равно, это как режиссер, как постановщик любого понимания, это обязательно. Мне очень нравится современная музыка. Современная, я имею в виду вот этот 20-й век, но пока что у меня возможности нет дирижировать и ставить, может быть, не сколько ставить, а включать в репертуар музыку как будто остро-современную. Вот мне бы хотелось что-то такое сделать совершенно авангардное. Вообще, мне кажется, но единственная тоже есть проблема, некий такой культурный код, то есть не для каждого это будет понятно. Мне понятно, что я, может быть, другие вкусовые были предпочтения. Мне понятно, но кому-то непонятно. Это не значит, что я должен навязывать свое мнение другим. Театр все-таки это место, куда люди приходят и за просвещением тоже, но еще и отдыхать. Вот зрители пришли, они ушли, восторг испытали. Это самая главная награда для театра. А норовоучениями заниматься и вот этой моралью какой-то, что он должен воспитывать, нести в массы что-то элитарное, интеллектуальное, это, мне кажется, лукавство, с одной стороны. Наша классика, нынешняя в свое время, она была тоже развлечением, по сути. Россини писал свои оперы буквально каждому празднику. Что нужно делать? Аккуратно, мягкими, плавными движениями. Кисто-слабленно должна быть. Мы получаем от этого большое удовольствие. Театр, конечно, для музыкантов, для нас, для всех, это подарок большой, потому что это очень хорошие условия. Есть какие-то проблемы, конечно, но эта проблема по сравнению с достоинственными театрами может быть минимальна. Чувствуем на себе здесь как дома, во всяком случае, то, что я наблюдаю в последнее время, все замечательно происходит и очень все удобно. И привыкания никакого нет, и нет ощущения, что ты куда-то переехал. Если честно, я старый театр не могу вспомнить, а что там было в старом театре? Вы представляете, вот так. Видимо, настолько музыкой мы все заняты, что даже не думаем о том, что было. А как долго нужно учиться, чтобы тебя внукранты поняли? Всю жизнь. Всю жизнь. Это бесконечный процесс. Я сейчас сыграю маленький вальс, который я посвятил своей жене. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА